Можно ли наносить штукатурку в два слоя? Этот вопрос уже обсуждался, хотел немного заострить внимание. Почему возникает такой вопрос? Потому что при нанесении второго слоя бывают случаи отслоений. И на самом деле этот момент имеет место быть, бывали случаи. Но немного хотел заострить внимание, почему это происходит. Во-первых, хочу сразу сказать, при нанесении второго слоя нужно обязательно делать неровную поверхность, как в данном случае. Вот у нас. То есть, либо таким образом наносить, ни в коем случае не выравнивать, гладко делать. Или вот с помощью гребенки, в данном случае, вот как здесь. То есть, наносим, делаем неровную поверхность, чтобы второй слой хорошо мог схватиться за первый. Вот и второй момент. Сколько ждать? Тоже задает вопрос. Потому что можно ли по мокрому наносить или дождаться, пока первый слой высохнет? Да, нужно дождаться, пока первый слой схватится. Обычно это от трех часов идет. Где-то пишут до семи часов, но мы обычно на следующий день. То есть, если вы нанесли толстый слой, лучше подождать. Лучше подождать, чтобы он полностью схватился, чтобы произошло схватывание материала. И таким образом вы наносите второй слой. При этом возникает другой вопрос. Нужно ли грунтовать поверхность? Тоже много задают таких вопросов. Зачем вообще это делается? Почему вообще возникает этот вопрос? Потому что поверхность может быть разной. Допустим, вы нанесли вот таким образом поверхность для второго слоя. И прошло много времени. Недели, допустим. Ну, к примеру. Сделали коридор, какой-то перерыв. Что в таком случае с поверхностью произошло? Она полностью высохла. Сейчас в данном случае она влажная. На следующий день. А если много времени пройдет, она полностью высохнет. В этом случае поверхность будет очень сильно в себя впитывать влагу. Поэтому есть вероятность, если вы нанесете тонкий слой штукатурки второго слоя, то может слишком сильно впитывать в себя. Чем это опасно? Это опасно тем, что может просто-напросто сразу же впитаться, как губка, вся штукатурка второго слоя. То есть влага. Уйдет. С одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, успеет ли она схватиться? Потому что у разных штукатурок разное время схватывания. Где-то пишут полчаса, где-то 40 минут, где-то час. То есть вот если, например, час, то можно так, как бы себе такой вопрос задать. Будет ли влажной штукатурка в течение часа? Или она полностью высохнет? То есть если она полностью высохнет, значит не произойдет схватывания второго слоя. А если не произойдет схватывания, значит штукатурка будет рыхлой. То есть она не будет крепкой. То есть обязательно должна произойти химическая реакция. Это что касается гипсовых штукатурок. Поэтому ввиду этого можно как это все организовать? Если у вас сухая поверхность, допустим такой перерыв произошел, можно либо загрунтовать, но не заливать ни в коем случае. То есть загрунтовать, грубо говоря, уменьшить впитываемость. Или второй вариант, самый безопасный, это намочить поверхность. Намочить поверхность, увлажнить ее. Вот и потом наносить второй слой. Таким образом слишком не будет большая впитываемость в первый слой. Но при этом вы даете возможность поверхности дышать, чтобы второй слой как бы лучше держался. Вот это что касается нанесения второго слоя. Таким образом будет, чтобы не бояться. В принципе, все, что хотел сказать. Спасибо за просмотр.